всем привет рад вас видеть надеюсь что вы тоже рады меня видеть и чего-то ждете ну собственно говоря дождались на дождались дождались повезло повезло как пел один отечественный рок музыкант ну хочу поблагодарить вас конечно в первую очередь за то что вы смотрите вот это все за то что пишите комментарии я с большим интересом их читаю я утро начинаю с просмотра комментариев вот вы не поверите каждое утро просыпаюсь еще до питья кофе даже сразу открыл и начинаю читать и меня радует то что я читаю меня радует это просто от души иногда иногда не очень но тем не менее радует меня то что обратили внимание на ролик посвященный одной из пластинок билла эванса вот я еще одну показываю вам пластинку билла эванса под названием сандаре the village vanguard 1961 год концерт трио билла эванса хотя я бы не называл это трио билла эванса потому что здесь нет такой истории что пианист играет а басист и барабанщик ему аккомпанируют здесь такого нет здесь уникальная совершенно получилась группа где все солируют трое солистов играют одновременно и все одновременно солируют билл эванс соответственно фортепиано скотт лафара бас и пол матян ударные но вообще этот альбом я посоветовал если кто не слышал никогда пластинку я бы посоветовал посоветовал слушать ее не столько пианистам сколько басистам потому что скотт лафара здесь равновелик биллу эвансу совершенно равновелик и то что он играет здесь на контрабасе это какая-то просто фантастика и опять таки не не то что играет и не никак играет скотт лафара на контрабасе а как они играют вместе как играют вместе фортепиано бас и барабаны какая взаимосвязь как они друг друга слышат чувствуют и как они проникают в музыку втроем и делают с ней все что хотят как угодно при этом точно понимая что сыграет фортепиано через секунду там в следующем такте что сыграя фортепиано слышит что сыграет бас все это слышит барабанщик я слышу барабанщика и вот такое совместное творчество это бывает очень редко формально до формально там до группа импровизирует на сцене конечно все друг друга слышат в лучшем случае но чтобы вот такое проникновение музыку друг друга было это я вам скажу это это уникальная пластинка в этом смысле ну привожу в руку к конечно продюсер к этому всему я забываю все время как его зовут зовут а уорен кипнис он очень любил билла эванса очень любил и скотта лафара и очень любил вообще все все это вместе вот это удивительное трио которое получилось при приходе опять-таки скотта лафара к биллу эвансу молодого басиста который уже имел достаточно серьезное имя среди джазовых музыкантов ну и как все говорят как все пишут это была высшая точка творчества билла эванса и его маленького ансамбля что они были на пике своих возможностей я не знаю наверное это так я не столь глубоко погружаюсь все-таки в джаз я не такой большой знаток мне нравятся и другие пластинки и даже без скота лафара мне нравится то что играл билл эванс я с огромным удовольствием слушаю его записи но здесь конечно про лафара отдельный разговор это конечно да конечно здесь показано мастерство такого класса невероятного что можно только поклониться похлопать и сказать что но это да конечно да но билл эванс был довольно странным человеком он не то чтобы стеснялся у него была очень низкая самооценка ему все время казалось что он играет плохо что он сыграл что-то не так что-то не то что надо бы получше это не пойдет это это надо переделать и вообще настроение плохое и вообще я не готов сегодня выступать как он сказал однажды на одном из концертов я прочитал что он вышел на сцену сказал я сегодня очень не настроение всего и плохо но потом играл все равно может быть он так пошутил но тем не менее факт налицо опять таки он подсел на героин еще свое время работая с мальсом дэвисом так вот такая штука беда с ним случилось и это конечно накладывала это накладывала на него нехорошие всякие так эти способы поведения как я витиевато выражался да но в общем были проблемы конечно с этим и депрессии и и пятое и десятое рука у него отнялась однажды как у томи болина кстати в свое время в deep apple когда он играл last concert in japan практически одной рукой потому что вторая благодаря героин он перестал работать у эванс такое тоже случилось однажды и он играл практически одной рукой а вторая была сжата в кулак и он все помогал этим делом мало кто это заметил надо сказать потому что манера игры эванса он он ну как говорили про там паганини да что порвали все струны он на одной струне сыграл концерт никто этого не слышал но легенд про это ходит да вот и билл эванс мог и одной рукой сыграть все что угодно это безусловно но этот самый тип news обратил внимание на то что в студии билл эванс бывает довольно редко и не хочет записывать альбомы потому что ему кажется все время что он еще не готов еще все или все не очень хорошо и почти год прошел после последнего посещения студии компании билла эванса и тогда keep news глядя на все на это предчувствуя что-то нехорошее потому что отношения между лафара и эвансом были уже достаточно напряжены лафара был перфекционистом таким же как и вон столько ничего не стеснялся а играл и лафара конечно не нравилось то что происходит с эвансом этот его героин это его депрессия это его низкая самооценка это все время нет это плохо нет это я не буду я не хочу записывать не будем и тогда keep news решил записать альбом все таки живой концерт в клубе виллич вангард в нью-йорке записали не два с половиной часа музыки записали на простенький магнитофон ampex один единственный безо всяких приспособлений что keep news говорил я для эванса был и менеджер и продюсер и студия звукозаписи и рекорд лейбл все в одном лице и в общем он записал 20 часа музыки из которых эванс потом отобрал шесть композиций ну можно сказать пять потому что две последних это джейд виженс написанная лафара это как бы такая не то чтобы свободная импровизация это написанные композиции но этот уже какие-то размышления лафара и может быть предчувствие чего-то потому что через десять дней после записи этого альбома скотт лафара погиб в автомобильной катастрофе и вот эти вот джейд виженс две версии здесь на этой классике записаны у меня но это сейчас как задним числом все можно думать и фантазировать как угодно и я чувствую здесь предверье преддверие конца да и все такое может быть этого и не было но тем не менее когда я слушаю вот эти джейд джейд виженс и знаю что через десять дней лафара уже не станет это конечно немножко тогда и в общем записью это бил эванс был тоже недоволен как всегда потому что здесь слышны звон бокалов особенно в произведение эллис энд вандерланд классическая пьеса там отчетливо слышны какие-то женские разговоры на заднем плане а на протяжении всего альбома между песнями правда в основном там аплодисменты и звенят стаканы ставятся тарелки все это слышно хотя запись очень качественные очень чистая но вот это очень раздражало билл эванса ему это не нравилось в отличие от барабанщика который в отличие от билл эванса был всегда уверен себе ему всегда все нравилось то что он играет эванса не нравилось как он играет лафара не нравилось что эванс впадает в депрессию и он тоже следил за своей игрой а барабанщику матьяну все было по кайфу ему все было хорошо и он в своих воспоминаниях так и пишет чтобы мне вообще было очень круто от того что люди сидят пьют едят шум я играю мне здорово очень например в других словах все было здорово а эванс нет ну что ну или сен вандерланд стандатом конечно вот эти женские голоса они немножко портит и я не представляю с другой стороны как вообще можно под эту музыку есть и пить что-либо даже не в не в клубе там велись в ангарда сидя дома это невозможно потому что эта музыка такого качества такой глубины такого такого взгляда на мир что кусок в горло не лезет просто а уж про там пить что-то нет это просто вот так засел и все и слушаешь и и читать невозможно по эту музыку ничего невозможно делать я кстати говорил что я в машине не слушаю музыку и эту музыка никогда в машине не поставлю потому что я перестану видеть дорогу и не говоря уже о знаках там и о машинах которые едут вокруг все это полное погружение сразу это фантастическая совершенно музыка gloria step в первый номер написанный лафара вроде бы праздничная легкая такая пьеса аккордовая которая вырастает насыщается энергией соло хотя говорить здесь а соло скотта лафара бессмысленно что соло идет с первой ноты и до конца альбома я уже говорил все играют соло здесь но соло друг другу не мешают и эти три соло склеиваются в единое полотно прозрачная красивая внятная понятная никакого то что называется авангардизма никаких диссонансов все удивительно человечно удивительно кристально прозрачно как у моцарта то есть так так светло так здорово при этом очень быстро очень сложно очень много на контрабасе прямо такие пассажи бешевые просто и вот этот самый gloria step она превращается в энергичную такую быструю историю музыкальную с контрабасом который все подстегивает билл эванс а эванс парит над этим всем над над барабанами над вас он парит и и вступает неожиданно и заканчивает неожиданно непонятно почему именно в этом месте потом раз опять посреди такта вдруг опять как-то какой-то удивительный звук без педали громкости вот он регулирует как-то звучание аккордовая фортепиано нет понятно что пианисты играют и громче и тише да но здесь у него работа с громкостью я другой такой не слышал короче говоря my man's gone now пьеса гершвина тоже очень лирическая такая история которая превращается в вдруг там появляется пульсация контрабаса на на двух нотах а потом эти две ноты вырастают просто как у какую-то какой-то патронтаж которые из которого вылетают пули бесконечно виде но басовых саларма от майлса дэвиса на девять минут пьеса где всем сестрам по серьгам уже и барабанная соло здесь и в чистом виде соло лафара когда затихает и уходит куда-то кажется ушел курить билл эванс просто играет один контрабас с невероятной просто фантазии и скоростью и нет агрессии никакой в этом никакой агрессии только чистая красота элисон вандерленд очень красивая штука традиционная и много кто играл и мы ее слышали в разных видах но она тоже она тоже лафара и и выворотил и превратил из несколько первых тактов задел да вот этот самый элисон вандерленд эта пьеса потом она вдруг разрастается и превращается во что-то иное совершенно благодаря игре лафара и в общем олаф ю второй номер на второй стороне разошелся уже билл эванс и громкость у него увеличилась наверное там процентов на 40 просто поднимается громкость аккордовая игра яростная и лафара даже куда-то уже куда-то немножко назад ушел уже уже ушел назад потому что вдруг проснулся эванс и начал играть просто какой-то но не то чтобы рок ну так будьте нате как jade visions два варианта это вот то про что я говорил сам начале в общем это очень хороший альбом я пошел пить пока